в голландии было выдвинуто предложение которое может коренным образом изменить то как выглядит мир как мы зарабатываем деньги и что едим и при этом навсегда изменить то как люди занимаются сельским хозяйством если мы будем полагаться на доставку продуктов питания и одежды с другого конца света для снижения производственных издержек то по мнению голландских ученых у которых совершенно другое видение будущего которое возможно уже не за горами эти голландские ученые очень рады предложить нечто такое что приведет к полному изменению общественного сознания когда люди будут меньше болеть станут счастливее и появится гораздо больше возможностей преуспевать и зарабатывать на жизнь чем то что мы знаем сегодня и все это вместе взятое становится известным как голландский план голландия также известная как нидерланды это североевропейская страна занимающая площадь в 33 целых восемьсот восемьдесят три тысячных квадратных километра из которых около 24 целых девяти десятых процента используется в сельском хозяйстве это одна из самых густонаселенных стран в мире с плотностью населения четыреста восемьдесят шесть человек на квадратный километр население страны составляет 17 миллионов человек и около двух целых семидесятых миллиона человек заняты в сельскохозяйственном секторе 55 процентов территории нидерландов занимают миллиарированные земли в основном морские земля была рекультивирована путем создания сложной сети каналов дамп и канав что было сделано для предотвращения наводнения и создания большего количества земель для сельскохозяйственного производства ее равнинный ландшафт облегчает транспортировку товаров и производства продукции поскольку множество рек и каналов обеспечивают торговые пути и ирригационные каналы страна также расположена в умеренном климате с мягкими зимами и большим количеством дождей что создает идеальные условия для выращивания различных культур голландия занимает второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции уступая соединенным штатам и является ведущим мировым производителем тепличных овощей производящих более 8 миллионов тонн в год кроме того это крупнейший в мире экспортер картофеля лука грибов и моркови а также третий по величине производитель молочных продуктов в мире с годовым объемом производства около 10 миллионов тонн голландский план это детище вултера ваннека скромного фермера из маленькой деревушки в голландии который рассчитал что нечто настолько захватывающее что получает поддержку миллионов людей по всему миру потому что идея вольты может полностью изменить то как работают все от правительств до сетей супермаркетов производители одежды и фермеров и все это основано на многолетних неопровержимых доказательствах из его собственного практического опыта как бы сложно все это не звучало на самом деле все сводится к чему-то чрезвычайно простому это оказывает последующее воздействие на все общество именно так мы выращиваем продукты питания фултер предположил что если мы слегка изменим несколько элементов нашего производственного процесса то это приведет к такому изобилию что будет так много излишков что экономический эффект будет очень значительным перенесите мир в новую эру беспрецедентного экономического роста невиданного ранее уолтер председатель нидерландского фонда продовольственного и лесного хозяйства который предложил новый голландский план в письме министром сельского хозяйства природы голландии 12 лет назад вольтер ваннек основал продовольственный лес на двух гектарах он посадил несколько деревьев и кустарников а затем в основном ждал теперь 12 лет спустя его лес уже дает много пищи природе на территории поместья обитают бобры а также ласки уже светлячки и более 30 видов гнездящихся птиц кроме того лес дает много пищи в продовольственном лесу футера площадью 1,1 акра произрастает более 80 видов древесных кустарниковых и травянистых растений которые дают более 5 тонн урожая фруктов и орехов ежегодно поддерживая при этом большое разнообразие дикой природы так что же на самом деле представляет собой пищевой лес а почему это настолько продуктивнее и экологичнее не требуя химических пестицидов или удобрений продовольственный лес это целенаправленная посадка разнообразных съедобных деревьев кустарников и растений имитирующих естественную лесную экосистему его цель выращивать разнообразные съедобные полезные растения которые могут обеспечить постоянный приток продовольствия медикаментов и других ресурсов продовольственные леса полезны потому что они создают устойчивую продовольственную систему которая может обеспечить людям доступ к здоровой питательной и недорогой пище они также помогают уменьшить эрозию почвы и улучшить качество воды смягчают последствия изменения климата и обеспечивают среду обитания для диких животных продовольственный лес это противоположность современному сельскому хозяйству которая выращивает одну культуру самостоятельно в продовольственном лесу произрастает разнообразная смесь различных культур которые лучше всего подходят для климата данной местности причем различные виды фруктов и овощей растут в перемешку друг с другом часть нашей цели состоит в привлечении и поддержке диких животных таких как птицы и насекомые чтобы они могли выполнять свою роль путем опыления и распространения семян поскольку именно биологическое разнообразие лесов делает их более плодородными на сельскохозяйственных угодьях это исследование показало что лесная почва на 70 процентов плодороднее пахотной здесь вы можете просто сравнить высоту травы выращенной на лесной почве с высотой травы выращенной на пахотной земле которая значительно короче это потому что лесная почва полна жизни в мицелии есть насекомые черви и грибы которые играют свою роль в экосистемах превращая разлагающиеся вещества в здоровую почву в каждой горсти лесной почвы содержится миллионы полезных бактерий но на этих фермах все живое уничтожено а биологическое разнообразие уничтожено и им нужно использовать все больше и больше химических удобрений чтобы что-то производить феликс клянется что он уже зарабатывает на своем продовольственном лесе больше денег чем фермер выращивающий райгресс или кукурузу поблизости это в основном потому что мне почти ничего не нужно для этого делать у меня нет счетов от подрядчиков мне не нужно покупать удобрения или пестициды и у меня нет дорогого трактора но в то же время я могу поставлять продукты питания в том числе в лучший ресторан здесь в моем родном городе его ферма свидетельствует о повышении урожайности благодаря натуральному земледелию сочетании с огромным улучшением состояния окружающей среды в письме адресованным министром сельского хозяйства природопользования азотной промышленности голландии избиратели рассказали о тех огромных преимуществах которые принесет его план по созданию продовольственных лесов по всей территории нидерландах продовольственный лес поглощает много углекислого газа и не требует навоза пестицидов и дизельных тракторов обеспечивая при этом непрерывный поток питательных веществ таким образом эта форма ведения сельского хозяйства является решением различных текущих проблем продовольственные леса могут предложить выход из различных кризисов с которыми в настоящее время сталкивается сельское хозяйство в ближайшие 10 лет вы могли бы превратить 170 гектаров сельскохозяйственных угодий в продовольственные леса которые обеспечат продовольствием более миллиона человек сохранив при этом климат биоразнообразие азот в то же время на этих 170 гектаров также будет собрано столько ко 2 сколько всей голландской промышленности придется сэкономить к 2030 году чтобы доказать что это не сказка фонд уже объединил усилия с несколькими фермерами и сейчас они перестраивают большие участки из сельскохозяйственных угодий превращаются в продовольственные леса что ты думаешь о голландском плане и как быстро по-твоему он сможет заменить традиционное сельское хозяйство дай нам знать в комментариях и не забудь подписаться на новые вдохновляющие истории в удивительных зеленых инновациях подобных этим спасибо что посмотрел